Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучать книгу Тавита. И сегодня мы читаем 11 главу, в которой 17 стихов. Здесь рассказывается о возвращении Тови к Тавиту, к отцу, и об исцелении Тавита. Мы помним, что у него были бельмы на глазах. И сказал Рафаил, то есть архангел Рафаил, Тави, ты знаешь, брат, в каком положении ты оставил отца твоего? Пойдем вперед, прежде жены твоей, и приготовим помещение. А ты возьми в руку и желчь рыбью, и пошли, за ними побежала и собака. Опять мы встречаем вот эту собаку, которая была собакой юноши Тови, которая оберегала их в дороге. То есть движения мужчин и женщин, они разнятся. Женщина не может так быстро перемещаться, как мужчина, поэтому мужчины идут вперед. С другой стороны, они здесь подражают Аврааму, потому что известно, что когда Авраам делал стоянки, он сначала ставил шатер для жены, потом для себя. Это видно в 12 главе там, и ее шатер. Русский перевод это не очень передает, а в еврейском видно. И они не просто везут невесту в никуда, ей надо приготовить отдельную комнату, чтобы она спокойно там жила. Далее. «Между тем Анна сидела...» Анна — это мать Тови, жена Товито. «Между тем Анна сидела, высматривая на дороге сына своего, и, заметив, что он идет, сказала отцу его, «Вот идет сын твой и человек, отправившийся с ним». Ну, наверное, собака побежала навстречу с таким радостным лаем. Рафаил сказал, «Я знаю, Тови, что у отца твоего откроются глаза. Ты только помашь желчью глаза его, и он, ощутив едкость, оботрет их, и спадут бельма, и он увидит тебя». Такая инструкция от Архангела. «Анна, побежав, бросилась на шею к сыну своему и сказала ему, «Увидела я тебя, дитя мое, теперь мне хотя умереть». То есть она так переживала. И оба заплакали. Ну, конечно, путешествие в те древние времена – это не как путешествие теперь. Путешествующий подвергал себя тогда многим опасностям. А Товид подошел к дверям и споткнулся. Почему он споткнулся? А у него бельмы на глазах были. «Но сын его поспешил к нему и поддержал отца своего, и приложил желчь к глазам отца своего, и сказал, «Ободрись, отец мой!» Глаза его заело, и он отер их, и снялись с краев глаз его бельма. «Увидев сына своего, он пал на шею к нему и заплакал, и сказал, «Благословен ты, Боже!» Он понимает, что это благословение, исцеление от Бога. «И благословено имя твое вовеки, и благословены все святые ангелы твои». Мы видим, что Тавид — это человек, который очень почитал не только Бога, но и его ангелов. И он, когда отправлял своего сына в путешествие, он как бы перепоручил его Божьему благословению и защите ангелов. «Благословен ты, Боже! И благословено имя твое вовеки, и благословены все святые ангелы твои, потому что ты наказал и помиловал меня, наказал этими бельмами и помиловал меня вот этим исцелением». Когда мы начинали беседу по книге Тавида, мы немножко не могли понять, а почему Господь послал ему это испытание. Так что Тавид начал молиться о своей смерти. Он устал от лживых нападок, а на себя, как любой человек, испытывает ложь в свой адрес, как какое-то страдание, почти физическое страдание. Но это была воля Бога, Бог посылает нам трудности, чтобы усовершенствовать нас через эти трудности. «И благословены все святые ангелы твои, потому что ты наказал и помиловал меня. Вот я вижу Тавию, сына моего. И вошел сын его радостный, рассказал отцу своему о чудных делах, бывших с ним в миде». Но было о чем рассказать, столько событий он теперь уже, о муж своей жены. «И вышел Тавия навстречу невестке своей, к воротам, неневий». То есть они приготовили для нее уже все необходимое. «Радуясь и благословляя Бога». Оказывается, можно быть радостным и на чужбине, в изгнании. Ведь они были в Ассирии как пленники, насильно уведенные в Ассирию народ. «Видевшие, что он идет, удивлялись, как он прозрел». Похоже, все знали о том, что Бельма появилась. «И Тавид исповедал пред ними, что Бог помиловал его. Когда подошел Тавид к саре, невестке своей, благословил ее и сказал, «Здравствуй, дочь моя». Здесь обряд, как отец жениха должен встречать невестку. «Благословен Бог, который привел тебя к нам, и благословенный отец твой и мать твоя, обрадовались все братья его в Неневе, то есть услышав, что он исцелился, что его сын женился. И пришел Ахиахар, это очень значимый человек, вельможа ассирийский, но он племянник Тавито. «И нас вас племянник его, и весело праздновали брак Тави семь дней». То есть в доме невесты 14 дней праздновали, а здесь семь дней. Здесь мы видим, как вот эта беда Тавито, она потом обратилась в радость, исцеление, переживание за сына. Все это теперь покрыто теми благословениями, которые Тави, сын Тавито, получил от Бога. Субтитры подогнал «Симон»